здравствуйте дорогие друзья я ольга куликина дизайнер интерьеров и руководитель бюро дизайна и архитектуры new interior сегодня я вам покажу один из своих давних объектов мы делали квартиру клиентам в петро дворце квартира 124 метра называется квартира в петро дворце в классическом стиле 124 метра поскольку проект выполнен давно то к сожалению не сохранились варианты планировочных решений которые как правило вам показываю на своих видео в разделе дизайн проекты поэтому я вам покажу только вариант обмерной планы обмерные существующая планировка и тот вариант который мои клиенты согласовали и по которым впоследствии делали ремонт приступим к планам существующая планировка выглядела следующим образом очень узкий холл одна спальня потом здесь была гостиная одну сторону это вот окна во двор в один двор далее мы заходили в помещение это была большая кухня она где-то здесь он была расположена насколько я помню ванная комната и санузел далее через вот этот вот проем находились помещение постирочный кладовой но здесь стиральная сушил стиральная машина стояла далее из коридора мы попадали в детскую и спальню на самом деле как я поняла со слов владельцев здесь было объединение двух квартир их так сказать ну когда они покупали вот одна квартира и через этот проем вторая квартира соединялась вот таким образом выглядело перед нами стояли определенные задачи и мы их выполнили получилось следующее планировочное решение мы расширили холл потому что в узкое пространство не очень приятно попадать здесь установили шкафчик для одежды и вот в этой части вы потом увидите на визуализации как мы замаскировали место для щитка его он как бы остался на месте но его будет не видно сделали красивой квадратной формы кабинет и гостевая комнаты на самом деле комната для сына клиентка любит очень готовить поэтому сделать для нее организовали пространство с кухней кухня с островом и большим столом столовая зона получилось кухня столовая вот это вот помещение и здесь они попросили сделать гостевой санузел в котором мы сумели разместить еще и душевую кабину потому что мы объединили бывшую ванную комнату и санузел и получилось большое помещение для раковины и унитаза и душевой в части кухни мы выделили пространство для бойлера и всевозможных коллекторов о них никогда нельзя забывать мы согласовали возможность расширения проема сделали его достаточно большой объединив зону кухни столовой зоной гостиной и сделать таким образом что через гостину можно попасть в спальню как приватную зону а вот эту часть где были был коридор кладовая постирочная мы здесь сделали большую ванну расширив за счет коридора ванную комнату это возможно и бывший кладовой создали хозблок несмотря на то что канализационная труба находится вот в этой части в ванной комнате здесь совершенно безболезненно мы подсоединили воду и слив получилась достаточно удобная планировка которая устроила хозяев и мы стали создавать дизайн визуализации будущего интерьера в том стиле который наиболее уместен к месту расположения квартиры в петродворце то есть мы здесь стали создавать дизайн немножко в таком дворцовом стиле а теперь перейдем к визуализации клиенты захотели чтобы у них квартира была выполнена в классическом стиле дело в том что расположение квартиры петродворце это а-ля версаль про который вы наверняка смотрели уже мое видео а те кто не видел может посмотреть ссылочку для вас я оставлю в описании так вот те кто смотрели видео влог про версаль конечно видели во дворце высокие потолки наш петродворец тоже это с высокими потолками помещение кстати говоря там снимать нельзя поэтому к сожалению не смогу вам даже во влоге показать ничего кроме архитектуры впоследствии квартиры с низкими потолками квартиры не в новом доме а в старом и мы там делали уже интерьер если клиент хочет сделать классический интерьер в таком месте я считаю это сделать возможным уверена что многие коллеги меня будут критиковать за это как же так классический интерьер делать ну в таком помещении с низкими потолками я считаю что это возможно потому что я не делаю полностью имитацию стиля это некая реплика на классику мы здесь совмещаем классические детали интерьера например мы заказали кухню на визуализации нарисовали кухню с классическими деталями и при этом мы используем современную систему освещения светодиодное освещение дело в том что классические люстры они по пропорциям высокие но высокие и не очень широкие то есть в такое помещение если повесить классическую люстру то она будет вот висеть буквально там над столом обычно высота у этих люстр не менее 85 сантиметров плюс крепеж там но условно 90 сантиметров и учитывая что потолок там становится после ремонта 260 минус 90 сантиметров это получается где-то метр семьдесят а клиенты кстати говоря эти у меня достаточно высокие посмотрите на визуализацию здесь люстра висит ровно так как я показываю вам на своих видео с выставок например в париже или в той же самой америке в этой части в конечно можно так низко повесить люстру потому что планируется что стол будет стоять стационарно и под люстры никто не будет ходить это единственное возможное решение что касается освещение светодиодная подсветка мы сделали как бы небольшой выпуск потолка и в зоне кухни подъем кстати говоря в результате ремонтно строительных работ пол поднялся на 10 сантиметров а кухня уже была заказана и это привело к тому что в рамках авторского надзора мы переделывали чертежи нам надо было придумать каким образом мы решим потолок потому что мы уже меняли самую высокую часть нас она более низкую ну то есть определенные проводили работы что касается оформления гостиной первоначально проектом было предусмотрено сделать пол из натурального камня с таким вот геометрическим рисунком впоследствии когда клиенты стали подсчитывать бюджет им показалось это достаточно дорого и мы предложили заменить это этот вариант на решение с керамогранитом мы выбрали варианты цвета керамогранита и который можно распилить разрезать и создать вот подобного рода рисунок мы естественно тоже в рамках авторского надзора делали новый вариант вот этого ковра так называют такое изображение и получилось очень достойно столешница выполнена запланирована из натурального камня и далее вот столовой зоне паркет паркет кстати говоря тоже в версале это крупно снимала вот прямо один в один версальский паркет на самом деле там я уже сказала что есть на сегодняшний день различные производители которые делают модульный паркет который похож на художественный и вот здесь мы именно такое и заказали на этой визуализации хорошо видно вот этот модульный паркет и соединение мы сделали с керамогранитом через пробковую такую планочку я так рекомендую в этой части если вы внимательно смотрели на планировку эти раздвижные двери они у меня выкрашены цвет стены здесь запланировано разместить оборудование бойлер кита там коллектор и прочее и вот это вот дверь которая ведет в гостевой санузел с душевой кабиной что касается потолка мы использовали полиуретановую лепнину с различными розетками розетками называют вот эти вот красивые элементы которые крепится люстра потом покажу как в гостиной сделано это решение там очень большая розетка и посмотрите какой красивый классический пейзаж на стене когда мы проектируем мы предполагаем что разные пути решения это можно сделать с помощью росписи если бюджет клиента позволяет он готов заплатить за работу художника то конечно художественная роспись будет смотреться очень богатая и очень красиво если бюджет не позволяет мы можем заменить на фото панно с аналогичным рисунком мы как раз и брали специально конкретное для визуализации конкретное фото панно и по задумке у нас было следующим образом вот эта стена в зоне столовой с пейзажем абсолютно ну такой же пейзаж на противоположной стороне в зоне гостиной это зона гостиной как видите здесь на стене точно такое же панно имитирующий какой-то старинный пейзаж то что я вам говорила про розетку это лепнина на потолке такого большого размера розетку можно выполнить только из гипса тем не менее клиенты поставили задачу как-то опять же их бюджет сэкономить и попробовать сделать это из полиаретана сразу могу сказать по опыту что это не получилось дешевле а эффект ну чуть чуть попроще поменьше на фотографии вы видите какая получилась розетка ее приходилось делать достаточно долго на потолке надо было рисовать рисунок первоначально еще компьютерные как бы компьютерный рисунок надо было сделать используя элементы которые имеются продажи у компании по продаже полиуретановых элементов мы на самом деле это заказали в компании совместно делали вот эти как бы чертежи мы их проверяли в рамках авторского надзора и впоследствии получился вот такой результат как вы видите на фотографии композиция которая находится напротив дивана она созданная известной итальянской фабрикой для размещения здесь телевизион телевизионного оборудования есть возможность выбирать в разном цвете здесь например белое с золотом а в своем проекте под названием дом загородный дом в коттеджном поселке красная горка у нас используется из этой же фабрики мебель в черном цвете серебром это вы можете посмотреть на видео ссылочку я вам оставлю в описании ну а кто хочет более подробно посмотреть фотографии то естественно этот проект реализованы есть на сайте обратите внимание на двери которые использованы в этом проекте эти двери сделаны по нашему эскизу таких в продаже конкретно нет мы заказывали в столярной мастерской клиентке они очень понравились мы долго как бы подбирали там и цвет и потом вот здесь такие вот затемнение рельефа это как элемент старения как будто бы это уже какая-то пыль появилась на рельефе возле это входная дверь здесь рядом как раз домофон с правой стороны шкафчик с левой стороны зеркала зеркала сделано в разбивку в деревянной раме и здесь стоит консоль и пуфик помните я вам говорила что мы нашли место где спрятать можем щиток электро щиток так вот электро щиток находится возле входной двери за одной как бы такой дверцы за одним элементом зеркалом мы его сделали как мы делаем зачастую например знаете вот в санузлах делают плитку со скрытой дверью когда на нее нажимаешь она открывается и там есть доступ к коммуникациям точно так же здесь мы эту сделали дверцу с зеркалом естественно мы высчитывали какой размер там щиток в итоге потребовался не такой который был изначально в квартире он достаточно большой сейчас как рыбак показываю да и мы естественно центральная как бы центральное зеркало для этого использовали что можно было открыть и клиент мог там все посмотреть необходимо там снять какие-то измерения цифры или там отключить подключить все что-то щитки рисунок ковра который у нас на кухню выходит в коридор вот так выглядит со стороны входной двери холл как я говорил вот здесь уже по индивидуальному проекту кстати говоря и двери шкафа сделаны тоже это не зеркальное мы решили не делать зеркали еще много зеркал то есть там где консоль у нас зеркало напротив дверь с матовым лаком так называют лак это как бы покрытие покраска просто лак бывает матовый бывает глянцев но вот эти моменты мы согласовываем и там вот такой такой небольшой расширение коридора это часть которая ведет в кабинет классическая дверь которая ведет в комнату одного из сыновей один сын вырос уехал в отдельную квартиру один остался еще школьник и кстати говоря сказала что я сделала дизайн интерьера как реплику на классический интерьер но в комнате старшего сына который заканчивал 10 класс тот момент или 11 сделан современный интерьер вы увидите как мы совмещаем его с какими-то классическими деталями обратите внимание на то каким образом мы решили зону с телевизором как бы у нас на переднем плане остров клиентка хотела вот это вот этот элемент кухонный чтобы разместить больше кухонных шкафов и иметь возможность со своими домочадцами общаться когда нас не знаю нарезает хлеб ли что-то готовит ну к столу поэтому если приблизить вот зону с телевизором мы увидим что между двух окон находится зеркальный элемент то есть мы весь этот простенок решили сделать из зеркала кстати говоря во всех классических интерьерах которые вы там наверное видели в моих моих логах вы увидели как удачно это в свое время 18 веке уже решали дизайнеры и архитекторы дизайнеров тогда не было тогда были архитекторы которые делали красивые интерьеры мы заказали впоследствии вот это зеркало она с фацетом из таких ромбиков состоит и получилось очень достойно то есть специалисты высокого уровня могут изготовить зеркало в котором можно встроить и розетки вы наверняка видели и проект солнечной террасы там тоже розетки встроены в зеркала все это возможно сделать поэтому то что мы придумываем то что мы в дизайн-проекте вам предлагаем это можно реализовать в этом можете увидеть на готовых видео я вам уже показывала что из гостиной красивая дверь вот это наш по индивидуальному проекту ведет в гостевой санузел с душевой кабинкой первоначально мы планировали здесь сделать типа тропического ливня и даже кстати запланирована была сауна потом последствии клиент отказался оставил только душевую зону что касается отделки которые мы использовали для стен и пола это на самом деле совершенно замечательная фабрика итальянская по плитке с таким декором по-моему даже тут вот с каким а здесь керам у них есть как бы из натурального камня из керамогранита вот коллекции очень похожи но из керамогранита поэкономичней поддон мы сделали из мозаики ну а как эта плитка выглядит в натуре вы можете увидеть на фотографии которая сделана на стройке очень красиво получилось и близко к визуализации вот вид с другой стороны ну вот такой гостевой санузел в той же самой песочно такой молочной гамме который выполнен интерьер гостиной кстати говоря такие цвета очень популярны среди клиентов и я зачастую стараюсь отговаривать чтобы все интерьеры не были похожи друг на друга но в данном случае это удачно вписалось на мой взгляд интерьер состоялся то есть он нравится клиентам и нравится нам перед вами кабинет мы его выполнили в таком традиционном варианте дизайна по просьбе клиента то есть традиционно кабинет это натуральная вишня в отделке мебели натуральная кожа зеленого цвета то есть вот эти оттенки они свойственны и классическим таким кабинетом люстру повесили над столом и вот на этой визуализации не видно вот я сейчас вам покажу другой вид в нижней части обратите внимание есть стеновые панели да это тоже такой классический вариант оформления интерьера когда нижняя часть делается из панели верхняя часть обои наклеиваются у нас было несколько вариантов вот сохранилась у меня визуализация с панелями в отделке из дерева но впоследствии клиент сказал что хочу что-то полегче и запланированы были уже такие молочного цвета в цвет дверей панели если бы они были как бы деревянные то должен был бы быть мдф например со шпоном или ну массив что очень дорого когда мы перешли вариант молочного цвета это могли бы быть уже панели мдф крашеные вот в этот молочный оттенок которые привезли бы на объект закрепили и интерьер был бы готов на фотографии вы видите наше решение которое было согласовано с клиентами им понравилось использование полиуретана они бы просили нас сделать эти панели не панелями а вот мы на самом на стену наклеивали эти вот молдинги по периметру помещения это все рассчитывалось причем что-то было на чертежах а что-то может даже на месте на объекте решали как это делать даже вот с монтажником на месте там чуть ли не до двух часов ночи расчерчивали все это на стенах чтобы все это изготовить вариант решения наверное могут быть экономичнее по продукту но с точки зрения там уже моих работает как бы дороже поэтому в принципе вариант решения возможен с молдингами и в то же время я рекомендую конечно заказывать панели у производителя то есть там где мы заказывали в столярке двери межкомнатные там наверное было бы лучше заказать панели но в итоге получилось очень красиво просто для меня это было очень трудоемко для исполнители было очень трудоемко и не каждый дизайнер не каждый строитель самое главное сможет справиться с этой задачей успешно поэтому если вы уверены в своем дизайнере вы уверены своим строителям можно попробовать ну а так вот я бы рекомендовала панели что касается решения обязательно других видео покажу когда вот идут такие молдинги как решать стык узел с наличником об этом я расскажу на своем видео стройке в квартире смольный парк на визуализации мы видим обои обои мы подобрали максимально похожие на визуализацию впоследствии диванчик появится кожаные но такой получился классический кабинет клиент кстати при очень нравится а вот хозяйская спальня спальня с выходом на балкон клиентам очень понравилось решение в одном из наших проектов когда кровать было вот с такими ушками кстати очень многим нравится а это придает уют обратите внимание на тумбочками очень красивые такие навесные лампы известного американского производителя это можно посмотреть на моем видео влога из америки на выставке как они выглядят переливаются очень красиво но в итоге правда заказали итальянский потому что они поэкономичнее на стенах обои обои всегда придают уют спальне этот вид показывает две двери одна дверь который ведет спальню из гостиной вторая дверь ведет собственную ванную комнату наверное внимательные зрители заметили что у нас здесь вот такие вот кружочки на потолке это не просто так поскольку потолки низкие мы решили и эти потолки не занижать и не делать встроенные светильники для встроенных светильников минимальное пространство требуется хотя бы 7 сантиметров мы оставили потолки какие есть их отштукатурили выровняли сделали молдинги и это накладные светильники очень симпатичные ну а что касается дверей первоначально у нас в проекте было запланировано сделать эти двери зеркальными но впоследствии когда мы заказывали столярной мастерской мы решили от зеркал отказаться и сделать двери для шкафа гардеробного крашеный так называемый лак матовый лак и вот на фотографии как раз видно посмотрите как эти двери без зеркал хорошо вписались в интерьер спальни перед вами ванная комната кстати говоря здесь плитка versace я на этой фабрике была дважды не помню удалось мне или не удалось написать статью но плитка очень интересная красивая и действительно ну она как бы подходила по замыслу в этот интерьер что касается композиции для раковины можно было заказать просто мебель но вот клиентка она захотела что-то особенное поэтому мы создали такой вот дизайн когда выстраиваются колонны выстраиваются здесь раковина встраивается такую конструкцию из гипрока это кстати можно увидеть во время ремонта я сделала фотографии на фотографии то есть кстати говоря вот этот красивый элемент который под раковиной нам же должен нужен доступ к коммуникациям там к сифону подсоединить это все соответственно мы сделали вот этот вот элемент красивый таким скрытым люком то есть при нажатии он открывается на фотографии это очень хорошо видно вот то есть то что у нас было задумано в дизайне в дизайн проекте на визуализации это все реально ну как бы воплотить жизнь поэтому фотографии это подчеркивают что касается ванны самой то есть вот мы поставили здесь угловую ванну и к слову сказать очень красивая плитка вот в этой коллекции она есть золотинкой на фотографии видно вот реально плитку которую мы заказали и есть коллекция тоже таким рисунком но без золотинки кстати говоря золотинкой она дороже без золотинки она экономичнее здесь клиентка наотрез отказалась экономить сказала я хочу золотом такой мы заказали плитку что касается ниши вы помните планировку когда я вам показывала здесь был проем такой проход в коридор в часть квартиры который мы заложили но мы решили воспользоваться вот тем что там была как бы ниша сделали вот нишу и тоже на фото посмотрите как мы обработали уголки то есть мы такие заказали золотые уголки для состыковки мозаики вот этой мозаичной плитки это наиболее удачное решение аккуратного такого изготовления вот как выглядит вид на композицию с раковиной и на дверь все вместе сочетается очень красиво кстати говоря дверь напротив раковины мы сделали ну чтобы не было перебора с этой мозаикой ну и как бы для бюджета это тоже неплохо мы сделали отделку с помощью декоративной штукатурки она тоже вот в этих песочных тонах кстати говоря в зеркале видите этот элемент отражается над унитазом мы установили дверцы для доступа к коммуникациям там же установили всевозможные ну какие то есть там и наверно там фильтры какие-то ну вот все это предусмотрено на этой визуализации видно что напротив такой богатой плитки версачи с серьезными такими пилястрами очень насыщенная как бы сторона мы напротив сделали простую как бы декоративную штукатурку и повесили полотенцесушитель такой получился санузел точнее ванная комната хозяйская с отдельным входом перед нами комната которая в плане звучит как гостевая на самом деле это комната сына который выпускник был на этот момент школы и и конечно родители запланировали что когда он закончит институт он от них уедет но вот на короткое время сделана комната в современном стиле потому что мальчик категорически отказался делать классическую дайте мне пожить все таки в современном интерьере поэтому здесь на самом деле сочетается классический паркет модульный который похож на художественный на одном из видов вы увидите как у нас выглядит дверь но дверь классическую оставили мы все заказали одинаковые потому что родители сказали что когда он уедет мы здесь уже поделаем классическом стиле интерьер поэтому мы не стали делать ее двусторонней иногда можно заказать с одной стороны один дизайн двери но это не все могут делать а с другой стороны например там гладкая здесь была бы современная вот поскольку клиентами было запланировано впоследствии использовать эту комнату но уже в классическом стиле мы дверь заказали как на будущее поэтому может быть такой немножечко диссонанс но мне кажется он не сильно бьет в глаза но опять же из-за низких потолков мы сделали светодиодное освещение подсветку за карнизную как выглядит вот этот шкаф и дверь вы можете увидеть на фотографии сделали очень красиво на мой взгляд даже красивее чем на визуализации на этой визуализации вы видите еще совершенно замечательное панно оно не какое-то условно то есть на стене мальчик захотел обои в современном дизайне панно вот мы его заказали и нарисовали выбрав из коллекции поставщика производителя ну и впоследствии естественно это все точно так же сделано на объекте что видно на фотографии дорогие друзья этот проект конечно не новый но все что касается классического стиля или даже реплики на него я думаю что из года в год он может повторяться поэтому те кто не видел этот проект я думаю что с интересом посмотрят и любители классики могут обращаться к нам и заказать поскольку проект не новый то у меня не было тогда еще съемок и рубрики от ремонта до новоселья поэтому я вам показываю это на видео в рубрике дизайн проекты включая некоторые фотографии чтобы вы увидели как это реализовывалось ну а новые проекты мы снимаем конечно вот сам ремонт во время авторского надзора именно видео поэтому те кто не видел может посмотреть ссылочку для вас я оставлю в описании ну а так если вам было интересно ставьте лайки если было что-то непонятно задавайте вопросы я постараюсь найти время на них ответить чтобы что-то вам пояснить ну а так традиционно подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые видео потому что будет много нового интересного и полезного для вас а сегодня всем пока пока а а и и и и и и и